привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет яхтенный выпуск вернее как это будет выпуск посвященный марине марине валенсии и он будет интересен в первую очередь тем кто решил прийти в эту марину и я расскажу в двух словах о том как все устроено сколько лодок стоит какие понтоны сколько стоят и так далее погнали сейчас мы находимся на понтоне c давайте с вами пройдем до конца и посмотрим на марину марина достаточно большая она вообще построена это хуан карлос марина который объединяет в себе север и юг то есть две марины идут с двух сторон от большого порта и идет управление одной мариной и в глубине порта также находится большая большая якобы марина которые стоят большие супер яхты они выделены отдельно потому что для них нужна другая инфраструктура вот мы подошли уже к концу понтона вы видите вот стоит корабль рыжий это сальвамента сальвамента в испании это корабли которые приезжают если с вашей лодкой что-то случилось нет есть телефон стоит это достаточно недешево вот вообще совсем недешево но это лучше чем где-то там валяться на рифах вход в марину обозначен латеральными буями красный и зеленый и вот увидите с другой стороны идет коммерческий порт там краны и всякое всякое а вот еще вы видите мачты там такая небольшая марина но это уже для тех кто оставляет лодки на длительное хранение потому что доступ оттуда крайне неудобен то нужно идти вот через весь весь порт идем дальше смотрим мост вы видите это раздвижной мост по нему проходила трасса формула-1 уже рассказывал в одном из видео и вдалеке это бизнес-центр и в нем там на первом этаже находятся куча ночных клубов то есть мы сейчас находимся на понтоне c следующий понтон b следующий понтона но давайте я сейчас вам покажу это на карте вот смотрите как это все на карте показано вот понтоны вот заправка вот офис и сейчас мы пойдем с вами посмотрим на это как это выглядит с высоты сейчас мы выходим из марины и здесь с двух сторон стоят лодки такого же размера приблизительно как у нас и этот понтон для тех людей которые на лодках живут соседние принципе бы тоже нет да тоже а а и b это больше для людей которые здесь держат лодки хотя на понтоне b тоже живут на этом понтоне электричество и вода это все входит стоимость вода обычная как всегда нужно подключать переходник вот увидите розетки здесь на 32 ампера то есть стандартные идем дальше для выхода нужно нажать вот такую кнопочку на сенсорное и вот мы попадаем сразу на пирс тут беговая дорожка велосипедная дорожка но это уже не часть марины это зона в которой есть доступ фаблик ну и соответственно вот следующий понтон это понтон д сейчас я вам покажу это все сверху так погнали вот это понтон c на котором мы только что с вами были и доходили до самого конца вот вы видите далее идем вправо вот там понтон b и понтон а и в принципе на этом марина заканчивается еще момент вот это вся паблик зона на которой мы сейчас находимся с красивым видом она полностью закрывается на на ночь и после 11 часов что можно зайти только если у вас есть карточка или код но по коду вы можете зайти на пирс и по коду вы можете зайти в марину и по коду вы можете зайти в душевые в туалет или в лаундре вы набираете свой код от своего понтона что идем дальше смотреть что здесь интересного происходит а тут обратная сторона валенсийский пляж ну видео я уже вам это показывал и сейчас подойду и покажу вам вход в марину вот эти все все эти колодцы из стекла это как раз спуске напротив каждого понтона там а б cd вы просто спускаетесь вниз и попадаете вот прямо на пирс вот его внизу как раз хорошо видно на наружной части вот такой огромный волнорез и это не просто так потому что основные шторма которые в зимний период приходят они приходят как раз вот с той стороны сюда и такие огромные волны глыбы и бетонные они режут эти волны и она не заливает через верх большие лодки ну или больше чем обычной мотор боты но те которые почему-то не помещаются вы можете посмотреть расстояние между лодками для захода и маневрирования здесь самые большие потому что в тех местах где мы становимся там все-таки конечно место значительно меньше и нужно чуть больше навыков ну или чуть чуть меньше размер самого плавсредства ну и сейчас вы видите это вход в марину это то место через которое мы заходили в одном из прошлых видео но я вам сейчас покажу как это выглядит со стороны вот прямо перед нами красный латеральный буй мы его обходили и заходили прямо внутрь показывали вот этот импровизированный dry dog идем дальше далее лодки обходят вот сюда вы видите сейчас лодочка выходит вот этим вот путем и заправка прямо находится перед нами и офис марины то есть тут нужно причалить лодкой провести все оформления то есть оформление это просто оплата марины сейчас мы туда подойдем я вам покажу ну и вот собственно как это марина выглядит вы сейчас видите тут конечно трафик прямо по марине какие-то и байдар очники и гидроциклы но эти наверно на заправку едут и лодки из марины которая находится сбоку и тут конечно с трафиком особенно в дневное время но никто конечно никому не мешает но просто лодок действительно много и лодки все время ходят это не просто вариант когда люди приезжают ставят лодку и потом там иногда иногда очень редко на ней выходят тут конечно люди ходят на лодках достаточно много и достаточно постоянно это касательно того что я вам говорил относительно трафика то есть это вот просто сейчас рабочий день сейчас пятница вот смотрите какое количество лодок выходит и заходит из марины то есть тут постоянно что-то происходит а с этой стороны большая паблик парковка потому что тут есть вот увидите кафешку сюда люди иногда приезжают посидеть потому что очень красивое место но нельзя сказать что очень дешевая и парковка большая она как раз находится возле открытого пирса а поэтому я этот пирс не очень люблю нету никаких заборов ничего доступ есть прямо с берега это большие супер яхты которые любят приватность но абсолютно открытое место мы когда здесь были в прошлый раз несколько лет назад мы видели как тут забыли лук машину поставить на парковочный тормоз и она просто плавненько съехала и упала в воду как она не разбила лодки непонятно но я думаю что просто повезло подходим как раз к пирсу там есть стоит заправочная станция и на любой заправке в испании можно купить газовые баллоны для яхт то есть этот весь кемпинг газ он продается как раз вот именно на заправках вот собственно вот эти вот баллоны а вот такие баллоны как вот увидите пластмассовые я сейчас хочу купить и купить их там два или три на лодку чтобы мы были заправлены а вот эти вот французские баллоны или европейские баллоны вот эти для кемпинг газа мне они очень не нравятся какие-то они мелкие и дурацкие и такие на выходной день залить нормально если долго жить на лодке то лучше конечно иметь большой газовый баллон вот дизель да нет бензин 95 стоит евро 44 а дизель стоит 1 евро 36 нормальная цена нормально можно заправляться если особенно сравнить почти два евро в италии евро 7 это конечно западло продолжаем нашу экскурсию по марине вот увидите табличку 67 канал вы должны использовать если вы приходите к марине и вам нужен какой-то ассистанс ну или просто чем-то с ними договориться или вызвать там какую-то помощь офис сегодня закрыт увидите вот такой вот он тут это какой-то контейнерный наверное но он такой достаточно симпатичный и вот вы выходите на этот понтон там где стоят лодки открытые это это извините понтон е здесь идет нумерация начинается оттуда и заканчивается сюда ну и собственно кафешка и набережная на кскрик с которой упала эта машина которую я вам говорил забыли поставить на ручник а теперь друзья смотрите на ценник который в марине реал хуан карлос марина в испании вот я вам сейчас показываю вы можете посмотреть на размеры лодок и размеры катамаранов их здесь нормально можно ставить пока еще тут есть места мы с вами только что обошли всю техническую часть все что местом вам осталось показать это только душевые и лаундри и на этом наверное экскурсия по марине реал хуан карлос марина мы закончим так давайте я вам сейчас покажу душ нужно набрать свой код который у вас от понтона и вот вы видите тут туалет а тут находится душевая кабинка и вот такие вот штуки находятся возле лет возле каждого пирса там а б ц д ну и лавандария или то место где люди стирают свои вещи здесь coin машин self-service что мне очень нравится чтобы попасть в лавандарию вы подходите естественно набираете код тот который от пирсов нет не получается вот и попадаете сюда значит стоимость стирки здесь большие коммерческие машинки загрузка я думаю килограмм 8 и так стирка стоит 450 и сушка стоит 3 евро за там 40 минут но не хватает нужно два раза сушить и здесь таких машинки вы видите две для стирки и одна для сушки а сейчас мы будем с вами заходить в марину для этого тут все просто у вас есть либо карточка которую нужно положить прислонить вот к вот этому вот карточного приемнику либо набрать код который вам дают марине офис при оформлении и вы заходите на пирс теперь пару слов о том как стоят тут лодки и так у вас идут два задних швартовых вот они можно ставить спряны но нам неудобно из-за того что у нас открывающаяся платформа вот они мы стоим сейчас я вам покажу сноса то есть стандартный прикол когда вы берете муринги с пирса вот прямо отсюда будет лучше видно прямо с пирса и берете цепляете багром и тащите 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 и вот они держат нос лодки вот увидите как сбоку вот они ну и вот собственно все вот вход ширина захода то есть здесь достаточно нормально место но если сильно дует иногда его чуть-чуть не хватает друзья на этом экскурсия по марине валенсия риан хуал хуан карлос марина подошла к концу подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами напоминаем что это канал о яхтинге и мы вам дальше будем рассказывать о том что важно что ценно и что вообще прикольно в этом мире происходит и главное как до встречи пока а Редактор субтитров А.Семкин